Группа ученых из шведского центра палеогенетики в Стокгольме провела необычный эксперимент. Специалистам удалось восстановить первую сохранившуюся ДНК из останков мамонта, которым уже более миллиона лет. Исследователи подчеркивают, что находка может в корне изменить понимание эволюции этого животного. В ходе работы выяснилось, что Сибирь была когда-то пристанищем для двух разных групп мамонтов, а тот вид, который обитал в Северной Америке, оказывается, был гибридом, имевшим по половине ДНК от каждой из них. Ученым удалось извлечь ДНК из трех зубов мамонтов, которые были обнаружены в северо-восточной Сибири. Два зуба нашли у рек Крестовка и Адыча, а третий в Якутии. Исследователи проанализировали ДНК и пришли к выводу, что первый и третий образцы принадлежали предкам более поздних, шерстистых мамонтов, а тот, что был найден на Крестовке, имел совершенно другую ДНК. Оказалось, что этот зуб принадлежал отдельному виду мамонтов, отличавшемуся от евразийского. Они жили около 2-3 миллионов лет назад. Не исключено, что именно этот вид первым пробрался в Северную Америку по суше. В те же времена в Сибири от степных мамонтов произошли шерстистые, группа которых однажды пересекла Берингов пролив и тоже попала в Северную Америку. Там им встретился вид эмигрант с Крестовки. Обе группы начали скрещиваться, в результате чего появился новый колумбийский вид мамонтов. Эту гипотезу подтверждает анализ ДНК. Также ученым удалось выяснить, что появление новых видов является результатом обычного скрещивания, и шерстистые мамонты вовсе не были такими из-за адаптации к холодному климату ледникового периода. Вероятнее всего, появление густой теплой шерсти – это просто постепенные эволюционные изменения. Об этом сообщает журнал Nature. Друзья, спасибо за просмотр! Ставьте лайки и пишите комментарии. И подпишитесь на канал Ямал-регион, чтобы не пропустить следующие выпуски. Вся информация к этому видео взята из открытых источников.